время обед полдень 12 начала 1 у нас тут порс-мажорные обстоятельства объясняю у нас пасут коров два пастуха один молодой парень на другой такого же предпенсионного возраста короче молодой три дня подряд пас выдохся старый утром вышел из дома коров пас и все и больше его никто не видел молодой почти отказался сегодня нет пастуха искали его не знаю что там вот пришел посмотреть коров выгнал конечно народ но в поле не погнали выгнали за край села здесь на окраинах они ходят я пришел специально посмотреть есть пастух или нет кто пасет или черно как это пасется ну с одной стороны хорошо они вот здесь наедятся тут трава сумасшедшая да я взял с собой собаку воспитывать сейчас покажу скотина стоит я никого не вижу чтобы кто-то пас сейчас наверх поднимусь на бугор повыше глянусь вверх с нашего края стада все здесь а пастуха что-то не видно ну скотина умные приученные они никуда не уходят до обеда не все равно здесь ходить а потом посмотрим что делать хищник от меня далеко не уходит боится коров боится походи походи погуляй 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 побрызгали пошли в поле взяли его побрызгали чтоб клещи не прицепились коров боится пошли к коровам сходим пошли а коровы любопытные они наоборот к нему бегут понюхать вот давай давай если бы я взял с собой большую собаку она бы их они бы собрали бы в кучу и погнали бы куда надо куда б сказал а а это щенок боится отходить от меня чего такое боишься ух они коровы то какие да ух они коровы ладно пойдем еще прогуляемся пастуха не видать скотина уже наелась и нагулялась уже так будет чё такое чё такое ох боится корова тебя нюхает ну корова ты тебя видишь какая любопытная со всех сторон окружить со всех сторон чё такое ой ой коровки какие так ты зубы то показывай что у тебя зубы то есть боишься ладно пошли боишься так сильно от меня ни на шаг не отходит для всех диванных экспертов объясняю жизнь деревни на диване лежать не позволяет с утра подоили скотину выгнали ну как смогли потом молоко по утрам позавтракали молоко сдали поехал хлеборобов загрузил покажу там секунду-две те пытаются никак не могут посеяться пытается посеяться дай бог что не получилось самое главное какая у нас погода в сибири два дня было тепло 27 сегодня была одежде еду на улице 17 время уже обед и тепла не предвидится козлов ни разу не видела козлов напугалась так и не лезьте не маните тоже трогать не будут собаки любопытный на заводе сидит работает трактор здесь с пассивной большие проблемы никак не могут посеяться погода плохая сибири все сроки на посевную уже закончились верно же не бросит складе пытаются хоть что-то сделать неделю назад загрузил вот эти телеги зерном уже неделю лежат складе сделать невозможно поле не могут даже выехать но но и 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 Куда? Ну этих-то гнать быкой или так идти? Пришла скотина сама. Начало седьмого. Набегались, нагулялись, нажрались. Так-то к восьми приходят. Но это и то хорошо, погуляли возле деревьев здесь. А у нас проблема быка из водителя. Мы не выгоняем стадо, он стоит отдельно. А сегодня мы взяли с края улицы, привязали на верёвке большую к столбу. Сейчас посмотрим, как он там. Вон они двигаются, выдвигаются наши стадо домой. Смотрю стоит, коров уже обкатывает, обнюхивает. Вот, у меня будет стоять. Главное, кому было интересно насчёт коров, как у нас коровы пасутся, какая порода. Смотрите. Подписывайтесь сразу на канал, задавайте вопросы, спрашивайте, что интересно. Отвечу, расскажу. Ну а пока я занимаюсь своим делом. Ставьте лайки, дизлайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Ну а я пока бегу и коров загоняю. Ну что, отвязайте вместе со всеми гнать. А как телята на улице катались? Я откуда знаю? А это наши? Это не наши телята. Ты что, они весь со стадом пришли. Ну я тебя про быка спросил. Коров загоним, коров загоним, а потом быка. Где-то никуда не уйду.